Здравствуйте, меня зовут Любовь, я вам передаю привет из машины. Сегодня как-то хорошо так все получилось, мы с машиной понимали друг друга, а это вот во что превратилась моя вода. Я сегодня с вами похулиганю очень быстро, что-нибудь, может быть, расскажу, а может быть, расскажу. Мы понимали друг друга хорошо сегодня с машиной, это же как-то особенно не будело. А вы знаете, увезли несколько куч снега и вообще как-то чуть-чуть увезли, все равно все не идеально. Когда я вышла, я думала, я никуда не выйду, но я выехала. Я выехала, я практически не буксовала, я выехала сама, чтобы я была города собой. Хотела я сегодня, чтобы... Как-то... Где мне прятаться? За рулем буду прятаться, вон, класс. Класс за рулем не видно. Красота. К чему я это все? Да, батарейку для часов хотела поменять сегодня. Не поменяла. Потому что сказали, что какие-то гвозди пришкварились от ас. Не знаю, я им оставила эти часы, теперь, я думаю, может быть, я их зря оставила. Это, конечно, не радо, но они нам дороги как память. Это как раз все часы, ремешок, которые мы покупали много лет подряд и наконец-то купили. Естественно, батарейка сдохла. Я, значит, хотела торжественно сказать, вот ты, смотри, батарейку вставила. В общем, я надеюсь, что все там в порядке будет с этой батарейкой. Ну, ведь вас-то все мало интересует. Я же все-таки не хожу каждый день для вас в магазин, я не распаковываю продукты. Странные какие-то вещи вчера происходили на канале. Мне... Я не могу сейчас сказать, что я не обращаю внимания. Я пока еще на это обращаю внимание. Посмотрим, что будет дальше. Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, я хорошо припарковалась в этом дело. У меня хорошее настроение в этой связи. Здесь снежная каша. Два свободных парковочных места. Но они все вот в этой каше, под которой лед. Каша где-то там по щеколотку. Моя небольшая машина с небольшим клирнсом очень хорошо себя проявила в этих погодных условиях. Я очень сегодня довольна вертолету лететь. Слушайте, как громко. В связи с тем, что мы сегодня с машиной друга понимали, я хорошо так ехала и слушала одну песню, несколько песен, которые мне нравятся. Я их тоже давным-давно для себя открыла. И если бы не одна из моих влюбленностей, этого бы никогда не было. А потом меня это полностью поглотило. И если Гришковца я практически сейчас не слушаю, то я слушаю вот это. Я слушаю это часто. Я слушаю это в машине. Это группа такая есть русская. Сегодня ночью. А мой любимый человек говорит про некоторые явления, вещи, музыку. Он говорит, лучше бы они умерли молодыми. Это очень актуально. Действительно, вы знаете, души бы они умерли молодыми. Потому что эти первые альбомы, это мое. Я это понимаю. Не все. Но очень редко я могу взять альбом. И мне нравится хотя бы каждая вторая песня. Я вообще так не люблю делать. Я очень плаваю в музыке. Я слышу мелодию. Я слышу куплет, который мне нравится. И я начинаю его искать везде. И мне больше, может, не понравится ничего у этого исполнителя. И с этим и сегодня ночью все по-другому. Потому что мне нравятся их тексты. Мне нравится голос. Мне нравится солист. Этот странный, картавый, не картавый. С уникальным каким-то произношением. Это все прекрасно на меня ложится. Я это все впитываю. И годами я слушаю одно и то же. Потому что меня это вставляет. Вот. Я целовал ее в ее водосточные губы. Я улыбался ей. И она в ответ мне курчила рожи. И скалила зубы. Я любовь кулак зажал. Ходил между струн. Читал между строк дождя. Или наоборот. Я сам себя достал. Не тронь меня. Обожаю. Еще я очень хорошо помню некоторые вот эти строчки. Я не помню там все от начала до конца. Но я помню хорошо эти строчки. Неважно. Послушайте. Они были известны когда-то благодаря двум или одной песне. Одна песня между роскошью и тоской. Хорошая. На нее даже сняли клип. Сколько вообще мог быть профессиональным. Хорошая песня. Клип не знаю. Но песня, да. Она мне нравится. Она хотела умереть. Но сегодня ей лень. Вино долгие таска и снова не с кем спать. Или сны в морозном воздухе. Я путал запахи. Волос твоих и южных морей. Хочешь снов его бешено хочешь. Это не любовь. Он просто был очень. Занят телефон. Пропал проездной. Между роскошью и тоской. Охренеть. Еще я очень люблю. Никто не может унять эту сфору, блядь. Я очень люблю. Насчет канала и насчет странностей. Я же поговорила об этом со мной моей подписчицей, которая со мной уже давно. И которой я очень благодарна за то, что она когда-то пришла и сказала мне добрые вещи. Я, наверное, никогда в жизни уже этого не забуду. Потому что есть какие-то вещи, которые ты никогда не забываешь. Потому что это было впервые. Это было колоссальное для тебя. Это что-то невероятное было. Вот она пришла. И она мне сказала какие-то добрые слова. Она меня очень вдохновила тогда. Так вот в чем дело. Я ведь этот канал завела в первую очередь для того, чтобы мне было хорошо. И если он не будет приносить мне радости, то его не будет, конечно. Я вчера сняла два видео. Одно я выложила. А второе мне пришлось смонтировать. Потому что что-то я подумала, какие-то вещи не стоит вам слышать. Но вот я думаю, все, выкладывать мне это второе видео или нет. Потому что оно, в общем-то, делает меня, наверное, еще уязвимее, чем я есть. Но, с другой стороны, это будет честно. И так выходит, что... Тех людей, которых я действительно привлекаю, я как раз привлекаю тем, что я говорю. Немного не так, немного не то, из того, что говорят все остальные. И я много говорю правды о том, что я чувствую. Есть те, кому не нравится, когда ты говоришь, что ты чувствуешь на самом деле. Для них, когда ты признаешься в том, что тебе больно, что ты болеешь, в том, что с тобой что-то не так, для них это слабость. Они за это обвиняют. Они переворачивают как бы все с ног на голову. Стыдно говорить о чувствах, стыдно говорить о том, что тебя на самом деле беспокоят. Надо как бы делать вид, что все хорошо, все прекрасно. Тебя ничего не трогает. А если трогает, то какое-то вероятное волшебство. Вся гадость от тебя отскакивает. И знаете, как с этих вещей, которые пропитаны специальным составом, она скатывается горошками и уходит. Очень хотела достичь этого дзена, но это сейчас пока не мой вариант. Я вот такая, какая я есть. И я не понимаю искренне, когда люди что-то смотрят, читают. И у них разрывается от этого голова. Но они продолжают это делать. Они продолжают заниматься этим мазохизмом и царапать себя вот этим чем-то неприятным. Я уже давно так не делаю. Я одно время очень плотно интересовалась политикой здесь, в России. Как ты можешь ей интересоваться? Ты можешь читать, ты можешь смотреть, ты можешь искать информацию. Но в один прекрасный момент я поняла, что я больше не могу. Я прекратила это делать. И те новости, которые я получаю из-за ленты своей Фейсбука, мне вполне их достаточно, чтобы услышать какую-то картину для себя в голове. Я перекинулась на что-то еще. Если вам не нравится, если вы не любите разговоры, для вас то, что я говорю, это неправильно, то просто не смотрите, ведь так много людей, которые говорят то, что вам понравится, которые сделают то, что вам понравится, которые выглядят так, как вы любите. А я люблю по-другому. Очень хорошо, что уйдет снег. Я понимаю, их очень тяжело, таких людей оторвать, того, что они не любят. Однако, однако, либо ты пытаешься быть сильным, либо ты справляешься с этим, либо не справляешься. И если мне мой канал не будет приносить радость, а радость — это положительная обратная связь, в первую очередь, наверное, да, сейчас для меня, то мне придется искать какую-то положительную связь где-то еще, потому что я, к сожалению, не сделана из стали, я сделана из разных вещей. Где-то из пластилина, где-то из бисквита, где-то из серебра, на котором очень легко остаются вмятины, терапины, и потом его надо прерывать, и оно от этого истончается. Но, с другой стороны, мне очень жаль потерять тех людей, которые либо похожи на меня, либо симпатизируют мне, потому что я знаю, как иногда важно услышать что-то близкое себе и подумать, да, я не один. Да, я не один. Очень сказочный снова идет снег. Я не знаю, слышите вы или нет, но даже какая-то работа техника по уборке снега — это удивительно. Снег идет, идет и идет, опять и опять, и я очень надеюсь, что я завтра смогу выехать, потому что я хочу купить цветы, я хочу забрать часы с этой батарейкой. Сегодня я буду делать бисквит. Может быть, вы подумаете, что я очень какая-то противоречивая. А я просто хочу максимально не обижать никого, чтобы на меня максимально никто не обижался, но так вообще не бывает, да. Машины такие уснувшие все. Кто-то только уснул, а кто-то спит уже несколько дней. И на них огромная шапка снега. На моей тоже была шапка снега, я ее разбудила. Как я хорошо сегодня ехала и слушала этих сегодня ночью. Как это было хорошо, как это было прекрасно. Какую радость ее минутную доставляет, когда все совпадает в одном моменте. И ты счастлив на немножко. Когда ты едешь, и ты хорошо едешь, ты едешь прямо, ты уверен в себе. И дорога такая, безо льда. И почти машин рядом нет, и не надо там все перестраиваться, не перестраиваться, ты уверен. И тут играет эта музыка, которая тебе нравится. Ты открываешь рот сначала под нее, а потом ты начинаешь петь. Я очень люблю такие моменты. Очень люблю. До свидания. Мне пишут вайбер. Я сейчас это прочитаю. Я не выбрасываю огурки на улицу. Я их тушу одну мокру салфетку и выбрасываю в музыку. Хорошего вам дня. Она, знаете, такой вам вальяжности. Вальяжности и радости. Вот чего я вам желаю, мои дорогие. До свидания.